Во время праздничной недели сотрудники Волгоградского управления МЧС активизировали профилактическую работу с жителями региона. По статистике, в первые дни Нового года обстановка с пожарами в Волгограде и области резко осложняется. Чтобы не допустить трагических последствий, сотрудники МЧС уделили особое внимание работе с многодетными семьями, неблагополучными гражданами, одинокопроживающими пенсионерами и другими жителями, попадающими в группу повышенного риска. Так, в одном только Волжском ходе рейда инспекторы посетили 21 бывшее общежитие коридорного типа. Входим по семьям с детьми, неблагополучным гражданам и так далее. Профилактика основная направлена на предотвращение детской гибели. В новогодние праздники люди отмечают, расслабляются, соответственно, бдительность немного притупляется, теряется, соответственно, тот оставляет приборы электро без присмотра, детей тоже самое. По курению у нас очень много случаев, когда бросают окурки, покурили, бросили в любых помещениях, либо в подъезде, мусор на контейнерах и происходит пожар. Огнеборцы напомнили жителям алгоритм действий в случае возгорания, а также основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить трагических последствий. По уходу из квартиры, домов необходимо обесточить помещение, то есть отключать электроприборы, которые не должны работать круглосуточно, то есть не оставлять открытый огонь, сигареты, спички и так далее, то есть не оставлять пищу на плите, потому что много случаев у нас оставление пищи на плите без присмотра с последующим возгоранием. Личное участие в профилактической работе с населением принял начальник главного управления МЧС по региону Николай Любавин. Глава ведомства посетил Октябрьские и Котельниковские муниципальные районы, где проверил работу местных пожарных депо и пообщался с жителями. Сотрудники МЧС напоминают, в случае возникновения даже небольшого возгорания, необходимо немедленно сообщать о нем по телефону 101 или 112. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы главного управления МЧС России по Волгоградской области.